Шри-Ланка Давайте начнем с того, что когда начинается сезонность на Шри-Ланке То, что все чаще и все чаще мы заходим на сайте бронирования И видим, что Шри-Ланка становится более популярной Вот сейчас у нас вторая половина октября То есть начинается так называемый сезон Да? Да Сейчас сезон уже начался Я буквально вчера выясняла этот вопрос Созванивалась, уже солнышко, уже дождики закончились Великая влажность уже ушла И можно уже выдвигаться, отдыхать То есть юго-западное побережье начинается у нас сезон Именно с конца октября По моему личному опыту Вообще считается, что с ноября Но я считаю, что с конца октября Мы можем смело туда ехать и отдыхать по самую весну Сюда входят регионы разные Есть закрытые лагуны, в которых тихо и спокойно Есть лагуны, открытый океан В котором мы будем заниматься водными видами спорта Но об этом поподробнее Ну, действительно, вот о Шри-Ланке, сколько я слышу, есть несколько мнений Что, первое, Шри-Ланка абсолютно это не пляжный отдых Что это 100% экскурсионный отдых Вообще пляжи никак, океан никак, грязные и так далее Второе мнение, друзья, о чем вы говорите Шри-Ланка потрясающий пляжный отдых На Шри-Ланке есть и прекрасные пляжи, и тихие лагуны И там можно купаться Но это, конечно, как дополнительная экскурсионная программа К чему мы должны больше относиться и к какому вот из этих предложений верить? Ну, она разнообразная, Шри-Ланка Конечно, этот отпуск для вас будет подальше от шума и суеты Потому что сам остров, он очень спокойный Народ там дружелюбный И пляжи, конечно, ну, есть большие секреты Только для тех, кто специально, как я, посещает такие страны И находит именно те регионы, которые, ну, мало кому известны, наверное Все идет на поток, поэтому я могу рассказать о таких местах Которые вроде бы как океан, но мы в нем свободно купаемся Мы имеем пологий вход в море Это и деточкам хорошо, и людям с ограниченными возможностями И есть такой океан, в который, да, сложно войти Да, и обратно уже вытаскивают вас за руку То есть довольно-таки затягивают Мы должны быть очень осторожны и не забывать С океаном не шутят Ну, есть определенные лагуны знаменитые Уна-Ватуна, но это было когда-то, конечно Она осталась красивая, она осталась мелкая, песчаное дно красавицы Но немножечко уже, конечно, туристически она наполнена людьми Поэтому отели, там все расстроилось Она потеряла некий свой лоск и уединенность Ну, у меня есть один регион на заметочке Он такой не на слуху, но я бы о нем рассказала бы чуть позже Ну, давайте для начала все-таки перейдем немножко к техническим вопросам Как мы летим, я так понимаю, есть несколько опций Есть ли прямой рейс у нас, перелет И нужна ли нам виза на Шеландку? Нужна как-то виза на вопрос? Да, Жанечка, обязательно Летим мы двумя способами Это пересадочные рейсы и беспересадочные рейсы Пересадочные рейсы в основном осуществляются у нас через Арабские Эмираты Выглядит это так Приблизительно получилось по вылету 5 часов, грубо говоря, там плюс-минус Два часа, небольшой зазорчик Погулять, да, немножечко отдохнуть И снова в полет То есть, в принципе, полет пришел незаметно туда Обратно немножечко сложнее Шарик крутится, поэтому обратно мы летим 5, 5, 5 Грубо говоря, это чтобы округлить И иметь нормальное представление об этом полете Это который с пересадкой И есть прямой, он длится приблизительно 9 часов И мы спокойно располагаемся Как и на дальних рейсах Имеем себе двухразовое питание на борту Имеем пледики, имеем теплые носочки Отдыхаем и ожидаем приезд свой в Колумбо Ранним утром обычно прилетаем туда И уже к часам к 10, к 11 все разъезжаются по отелям Это если и Глазападное побережье, самая ближайшая к Колумбо Виза, нужна ли нам электронная виза? Да, виза, Жанночка, очень много вариантов Можем прилететь там, оформить визу по прилету А еще, конечно, могу помочь и я оформить ее тут И облегчить себе проход паспортного контроля Без всяких задержек Все замечательно И вы уже на территории Вашеланки до 30 дней Все как обычно Хорошо, давайте все-таки перейдем к курортам Потому что их огромное количество Какие регионы, какие считаются пляжными? Где, что, да как? Ну, рекомендованный мной однозначно регион Это Беру Велла Это один из бюджетных вариантов Для наших туристов Потому что там множество отелей разных категорий И именно там есть небольшая закрытая лагуна Коралловым рифом Это уж если совсем кому-то страшно Пойти купаться, то там он это свободно Может делать плавать Все это близко То есть если отель даже находится в 100 метрах Пляжи муниципальные Мы можем посещать любое место на пляже Плюс красивейшие два острова Один побольше, один не очень Широченная пляжная полоса Которая вот точно как с картинки Когда-то давным-давно, 15 лет назад Я получила долгожданное письмо от подруги оттуда И смотрела на эту картинку И понимала, что это нереальная красота Вот это все действительно так и есть Мы видим сейчас фотографию пляжа Да, это другой регион На котором я хочу углубиться в него побольше И посоветовать и коллегам нашим Обратить на него обязательно внимание И также туристам Потому что это еще такой девственный регион Он не очень еще так развит Но он того стоит Там есть такие нюансы Да, вот они мои детки В общем-то и Бер-Вэль очень удобно Есть бюджетные варианты гостиниц Она очень развита для туристов Миллиард кафе То есть вполне достаточно поехать на завтраках И потом вы уже будете где-нибудь В хижине дяди Тома Вкушать свежепойманных креветок Рыбку, имбирное пиво И в общем проблем не составляет И очень дешево на самом деле Там питание недорогое Но мы закончим про регион И потом перейдем к питанию Первый регион мы уже назвали Второй регион, который... Да, очень интересный Второй мне очень нравится Ну, он мне понравился тем, что он стоит на реке Это Калутара То есть он недалеко там река Недалеко там находятся ступы То есть это храмы буддийские Не обязательно ехать в Канде Это очень далеко И скоростной режим в Шри-Ланке Очень ограничен Там практически сколько мы поднимали Шри-Ланка, она же в основном равнинная Да С берегов И посредине она имеет горные массивы И вот сколько мы ехали Я вот все время смотрела на спидометр Мало того, что левостороннее движение Это уже неудобно Ну, 40-60, ну это такой максимум Да, затягивается все это надолго Поэтому для посещения храма зубы Будды Это, конечно, хорошо Но это будет в августе Когда это будут выносить его зубы Мы его все, может быть, увидим Среди той толпы паломников И то не факт И то не факт, да А так, фактически, они все одинаковые Эти храмы Можно принести лотосы Плюс в карму То есть это там На каждом регионе На каждом пляже Буквально на каждом поселочке Все это разбросано Ну, а река сама по себе чем интересна Потому что там даже отели есть Которые стоят с одной стороны океана С другой стороны Находится эта река Ну, учитывая то, что Москиты, конечно, да Влажность высокая Кто трудно переносит Я смею предупредить Потому что воздух в Шеланке видно Он голубой Ранним утром вы хорошо его будете видеть Поэтому влажность там, конечно, высокая Ну, привыкаешь буквально за два дня И потом уже комфортно становится Очень спокойно отдыхаешь Ну, а на реке Мне очень-очень нравится На больших лодках Экскурсия Мангровые заросли В деревне Такие разбросанные на островках Отшельники Свои предлагают какие-то сувениры Мы оставляем им чаевые Это их единственный доход Ну, очень интересно Маленькие крокодильчики Большие крокодильчики В реке огромные Да, впечатлений масса Ну, и плюс, конечно В природе орхидеи Мы можем там наблюдать Это очень удивляло Сначала Потом мы уже к ним Привыкли Всячески Как растет черный перец Как светлячки По ночам висят с фонариками То есть это все мы увидим там То есть регионы разные Получаются Или мы выбираем себе Пляжик Который немножко Загорожен коралловым рифом Отсюда снорклинг Отсюда спокойное плавание Детвора вся плещется Акул Нет, сразу говорю Всяких были в открытых местах Не встречали Только жарили, варили и ели Специально вылавливали рыбаки Да А чтобы так в природе Никогда я там не видела Ну, вараны, само собой Ну, если их не трогать Они тоже никого не трогают В основном Ну, и бурундучки Которые скрасят ваш досуг Они такие милые Они такие попрошайки Они дружат Все в гостях Все, что оставите на балконе Все съедят Поэтому, ну, и будет по утрам Очень сверенько Вместо птиц Это в основном они Класс Да, вполне В принципе, еще будем рассмотреть регионы По пляжам? Да Просто хочу в общем уточнить Да, вот пляжей, конечно, масса Начиная там с Хикадува И далее, далее, далее Понятно, что с октября по весну Мы будем отдыхать На юго-западе Потому что там устанавливается Хорошая погода И наоборот С весны по По осень Мы останавливаемся На северо-западе Ой, на северо-востоке Но плюс ко всему Что я хочу заметить Несмотря на то, что Отдых бывает же разный Мы хотим Кто-то хочет просто понижиться Под солнышком А кто-то занимается Водными видами спорта Так вот, в любом случае Даже на мелком пляже В этой же Берувелле Все прекрасно занимаются Водными видами спорта Океаническая волна Длинная Не умеешь стоять на серфе Ложись на него И катайся То есть все это можно Это все стоит Сущие копейки Там два или три доллара Аренда в сутки Ну а если нам хочется Уже постоять на нем Научиться То, конечно, это Велегама Там открытый океан То есть мы отсюда Должны выяснить Если мы хотим активити Мы едем туда Где открытый океан Это легко Пронаблюдать И, конечно, спросить У своего турагента Он подскажет Там, в принципе, в любое время года Шри-Ланка в чем хороша? Она нам доступна В любое время года Можно все совместить Ну окей Если вот мы поговорили Немножко об активных видах спорта О том, что есть Тепляжи там, где можно Заниматься серфингом Где можно снорфлингом Дайвингом И так далее Но все-таки Говорят, что Если ты приехал на Шри-Ланку И не побывал на каких-то экскурсионах И съездил на какую-то экскурсию Ты не был на Шри-Ланке Какие основные экскурсионные программы Вы рекомендуете посещать Вашим туристам? Вот без чего Мы не можем просто уехать Ну, для меня номер один Это было колоссально Это были чайные плантации Почему-то именно они На меня подействовали Номер два Это, конечно, был Канди Это храм Зуба Будды И вообще Эти храмы буддийские Они великолепны Обычно сравнивают Шри-Ланку с Таиландом Нет, это вещи несопоставимые И несравнимые Это разные регионы И продавать их нужно И поезжать их нужно С другими целями По Сигири Довольно сложная экскурсия Но тот рассвет, который люди там видят И потом вспоминают об этом всю жизнь Это незабываемо Рекомендую, конечно, посетить Длительная экскурсия Но она очень популярная Храм Зуба Будды Это, конечно, отдельная история Он колоссальный Он огромный Всюду благовоние Всюду лотосы У меня была мечта Эти лотосы держать И нести их Да, это какой-то там Говорит Может быть, вас посетит Прозрение То есть такое тоже там бывает Люди по-разному ощущают Как бы эти два Обязательно, конечно, я рекомендую Посещать период, когда Синие киты Дорогостоящая экскурсия Но люди тоже остались Под впечатлением Регионы, которые имеют Маленькие островочки И на них маяки Это тоже регион Берлова Недалеко оттуда Начиная от Колумба Там местные наши Бичбои Которых всех боятся Я их не боюсь Они реально помогают нам Там Они организовывают За пять долларов Экскурсию С ужином Тебе на этот остров Самое главное Чтобы на закате Они вас обратно увезли Потому что Можно и заночевать Там на этом острове Вот То есть такие экскурсии разные На реке Ну, мною Тысячу раз рекомендовано Потому что Те мангровые заросли По которым мы проплывали В темном туннеле Буквально ничего не видно То есть тут было солнце Мы уже Где-то там в темноте Да Строения колониальные Английская колония бывшая Какие-то полуразрушенные Фазенды Так их можно, наверное, назвать На змеи висят на ветвях То есть, ну, сто процентов Мы получаем там Природное все Природное Шрифтланга – это природное направление Однозначно Питомник слонов Он же приют слонов То есть все слонята, которые попадают Ну, к сожалению Или к браконьерам Или там что-то с ними случилось Их забирают туда И предприимчивые работники Этой слоновьей фирмы Она огромная Она уже тоже очень популярная У туристов Там и рестораны И бары Все есть И магазины То есть такая длительная На один день прям экскурсия занимает Они уже придумали себе И приготавливают нам изделия Бумагу из экскрементов слона Футболки Всяческие поделки То есть ничего там не пропадает На поддержание Вот как раз она сейчас По-моему, это она Можно потрогать слоников Можно просто их наблюдать Они красивые Ну, покататься на слонах Ну, я не могу перечислить всего За это короткое время По Шри-Ланке Ну, впечатлений масса Конечно, от нее остается Это незабываемо Но мы не только можем отдохнуть На Шри-Ланке Сидеть на экскурсии Мы можем еще немножко оздоровиться Все мы знаем, что на Шри-Ланке Очень популярны Аюрведические центры Аюрведическая медицина Где, что, как Как планировать Нужно ли планировать Жанночка, при помощи своего турагента Мы можем вплоть до того Чтобы поезжать в санаторий Аюрведический Это отели Разной категории звезд Так сказали санаторий Да, ну, их так называют Там в простонародье Поэтому, как бы, это так и выглядит На самом деле Вы отдыхаете Наслаждаетесь природой Они все стоят у океана практически Прием у врача Входит стоимость Процедуры дополнительно От 20 долларов Я просто округлю Чтобы это не пугало, например, людей Что, боже мой, это недоступно Нет, все это абсолютно доступно Есть клиники частные Ну, я, как активный турагент Конечно, рискнула И была там И могу вам рассказать У меня была проблема На горном лыжном курорте Я не отстегнулась лыжа Я пострадала И у меня очень болело колено Больше оно, собственно говоря, не болит Потому что мне проделали Иглоукалывание Всяческие горячие масла И все такое прочее Впечатление, конечно, захватывающее Ну, и тут вы должны понимать То ли вы рискуете, то ли нет Конечно, я рекомендую обращаться в отель Рисковать не нужно Это мы проводим эксперименты Это нам за работу А вам не нужно Поезжайте, конечно, в эти отели Вам в выборе поможет обязательно Ваш любимый турагент Или ваше любимое турагентство Подскажет, как это сделать Приблизительная стоимость Не разнится с обычным курортом То есть, пожалуйста Это возможно Но знаем еще, что Юрверда Это не только оздоровление Вот можно принять Юрверда Как стиль жизни Безусловно Да, здоровое питание Здоровое питание Хочу подойти к этой теме Про питание на Шри-Ланке Потому что ходят мифы И слухи Что все остро И это та страна В которой ты можешь Немножечко постройнее Потому что ты не говоришь Там ничего хуже Чего у меня не получилось Ты сидишь на фруктах И все Как вот с питанием на Шри-Ланке И в основном в отелях У нас категория Завтрак-завтрак кушаешь Как вы рекомендуете Что-нибудь покушать Да, спасибо большое Я была в двух отелях Которые меня просто Один у меня был бюджетный Один у меня был подороже Но там был период Новый год Поэтому он все равно подороже Это Де Паумс Четыре звезды Который предоставлял мне Завтраки и ужины И вот когда мы Завтрак в принципе Все стандартно Куча фруктов Маракуйя Сладкая Кислая Ананасики Папай Обязательно У них нет В этом ограничения Нет К сожалению На завтраке его не подают Или к радости Я сочетаю Всегда стандартный Завтрак Завтрак Яички, бекон Фрукты Овощи Кашки И конечно отдельно Стоят графинчики На которых написано Кари курица То есть на английском Кари фиш Вот все то что карри Вот это все острое Но попробовать это нужно Особенно на ужине На завтрак конечно Я бы не рекомендовала Разыграется аппетит Да На ужин можно Потому что Ну мне например Я всегда рискую Мне нравится знать Познавать все это Все терпимо Ничего естественного нет Опять же сравнивая Таиланд например И Шри-Ланку По остроте продукции Разные вещи В Таиланде на мой взгляд Больше имбиря Здесь больше карри То есть даже морепродукты Получаются разные по вкусу То есть интересно Запоминается И потом очень сильно хочется Опять это хочется Не знаю на каком это уровне Генетическом наверное Вкусняшки Да все готовят Но опять же хочу сразу Ну туристов успокоить Всегда есть диет стол Это паровой тунец Рыбы там массово Курочка какие-то Спаржа Овощи паровые Это не вопрос То есть если вы не можете кушать Это острое Острое вещи Всегда есть не острое Всегда готовят повара Готовят великолепно Тортики Все к чему мы обычно привыкаем Вол инклюзив Все там имеется Единственное что напитки не ходят в стоимость Но водичку всегда прохладную Вам предложат А если говорить Вот если мы заобедаем И ужинаем не в гостинице Сколько стоит обед И конечно же мы хотим На протяжении дня В этой экзотической стране Сладиться фруктами Фруктами Привезти что-то домой Какая стоимость фруктов Нашего Жанечка я путешествовала с сыном Сын у меня мальчик хрупкий Такой двухметровый Кушает он у меня здорово Так вот чтобы нам накушаться вдвоем Включая моего сына И его неограниченное пиво Максимальная стоимость Которую я заплатила За вот Огромную гору Больших креветочек Там в основном были морепродукты Никаких тебе Салатиков Такого особо он не ест Он вот четко мяско Получалось 30 долларов То есть как бы мы не умудрялись Выше у нас не получалось Сразу хочу дать советы Очень много Предложений поступает От бичбоев Даже от наших гидов Давайте мы вас отвезем В шикарный ресторан Там 60 долларов с человека Будет великолепно Не нужно этого делать По пляжу стоят Разбросанные Я их называю Хижины дяди Тома И вкуснее на Шри-Ланке Я ела только у подруги Поэтому когда мы готовили Сами Рестораны Это обычное направление Туристическое И раскрученное Чтобы выкачать Из нас эти денежки То есть как бы Вот поэтому Кушайте спокойно Если нужно будет название Этих кафе Там подсолнух Еще как-нибудь Они называются Я обязательно порекомендую По фруктам Это сезонность Конечно должна быть Те фрукты Которые например В октябре Не в сезон Они будут чуть-чуть подороже Те которые Ананасы В основном бананы От маленького красненького До всяческих разных На ветках продаются Всего очень много Ну Домой я везла Все довезла Абсолютно И папайи доехали Не помню что дорого Но что-то По-моему Мой чемодан Что-то долларов Двадцать или тридцать Чемодан фруктов Да-да-да Затянул Вот ручная кладь То есть все абсолютно Мне очень понравились Больше всего Мне понравились Мангостины Это такие деревянные шарики Визуально Внутри как дольки чеснока Кисло-сладкие Очень ароматные И маракуйя конечно Без нее вообще Теперь жить очень сложно Это только туда Да, очень вкусно Очень много Рыбный рынок тоже Там же вам могут и приготовить Если вы хотите сэкономить На обедах Вы можете там Доллар тук-тук Доехать на нем И там же вам его И креветочки эти приготовят То есть очень люди Нас очень любят На Шри-Ланке Во-первых Это же бывшая колония была И у них все Кто беленькие Они прям уважение испытывают А если ты посетил их дом Так это для них Целый прям праздник Они будут помнить Это всю жизнь Они очень идут На помощь к нам И все наши пожелания Исполняют По мере возможности Ну Шри-Ланка Это еще и страна традиций Страна праздников И бывает Что мы попадаем На какой-то праздник На какой-то фестиваль Какие вот есть основные И что вот мы можем посетить И какую традицию Самый, конечно, крутой Это вынос зуба Будды Насколько я уже С своими друзьями общалась Наташа Мы все равно туда не пробьемся Мы все равно этого не увидим Получество Вы пробились Ну да, ну сам зуб мы не видели То есть как бы Ну были как бы Да, вот он считается Новый год они празднуют Замечательно Календарь плавающий На какой месяц приходится Понимаем Новый год гонки слонов Очень ярко Очень красочно отмечают Шумно Нация довольно спортивная Важают крикет Конный спорт То есть вот это вот у них Очень развито У них прям Как у нас футбольные поля Так там крикет поля Ну а самое главное Важное, что для наших туристов Важно, допустим Не попали они в этот сезон Они все равно попадут на полнолуние Вот в этот день Они должны понимать Что это священный день Для буддизма В этот день закрываются Все увеселительные мероприятия Спиртные напитки Вы тоже не приобретете Не разрешено В номере, пожалуйста Ну конечно ограничено себя Ведите, уважайте В любом случае На улице ни в коем случае Вот это как бы Основные праздники Такие традиции Вот раз мы загурили об алкоголе Уже не спрашивая за него Что мы пьем на Шиланке? Красный ром Красный ром Есть специализированный рынок Вас туда с удовольствием За 2 доллара отвезет Ваш бичбой Который с вами на своем тук-туке И вы его там купите Ну по-моему То ли 12 долларов К сожалению, извините Я не помню Я не очень-то его люблю Он сладкий Крепкий Ароматный И его добавляют В пиноколада Настоящую Он идет в составе Она немножко отличается От той, которую мы пьем Тут рекомендую ее Однозначно Это коктейль, конечно Вместо еды Даже можно его употреблять И кушать Потом не захочется В основном Имбирное пиво Что такое имбирное пиво? На мой взгляд Как бы алкогольного опьянения Не чувствуется от него Бодрит Ну имбирь Само собой Остренький напиток Слегка кисло-сладкий Чуть-чуть горчиночкой Такой вот терпкой Вот и все ваше имбирное пиво То есть популярно там довольно-таки И среди туристов Но если вот мы уже Что вы хотите еще добавить По поводу Шри-Ланги Что я не спросила Что мы такого не сказали Ну я бы хотела, конечно Дать акцент на Моем любимом курорте На моем любимом городе Город-поселочек Это Балапити Он не очень на слуху Насколько я знаю Мало туда отправляют Также И мало кто знает Что там происходит Я открою Маленький секрет Там строится хилт Там сейчас Скоро он будет закончен Уже заканчивают строительство Он будет, конечно Колоссальный отель Для Шри-Ланки Новый И вообще этот регион Он имеет бутик отелей То есть это на взыскательных туристов Это на парочки На медовые месяцы Я просто видела своими глазами Это забыть невозможно Это раскидистые террасы Малое количество номеров Это природная лагуна В скалах Но в Шри-Ланке еще поискать нужно Которую вы можете посещать И пляж, на котором кроме рыбаков Мы не встретим никого Там не будет бичбоев Там не будет разбросанных кафе Там будут джунгли Которые вырубаются ежемесячно Потому что они подступают просто К жилищу И к отелям этим Их там нет много Но это за Хикадуэ, по-моему Или Анукамай Анукамай То есть Как вы нашли этот регион? Ну вот Благодаря своим дорогим друзьям Которые живут там уже 15 лет Я попросила показать то Что не очень знают на рынках И не очень пользуются огромным Таким туристическим Ну тихое такое Спокойное Место Но если все-таки Мы проговорили Экскурсионные программы Регионы Питание Активный отдых Все-все-все А Юрверду Цены Если Со скольки цены Стартует цена на тур Вот потому что Вот мы знаем Там примерно Сколько нам нужно на двоих На Конечно же на неделю Это говорят Кочувственно лететь На шалонку Но на 10 ночей Хотя бы Если стартуем Ну я думаю Что до 3000 долларов Хороший отель Мы можем взять Ну конечно мы не учитываем Высокий сезон Это каникулы Это новый год Мы сразу забываем Там дополнительная плата Идет обязательно За новогодний гала-ужин Который хочу отметить Это было В Royal Palms 5 звезд Отель великолепный Территория сумасшедшая Свои слоны Рестораны шикарные Посетила просто все Что только могла Чтобы знать об этом Интересные номера Кровати под балдахинами То есть Ну он того стоит Все номера С видом на океан Все абсолютно Все в зелени красивой То есть И гала-ужин проходил Ну по уровню VIP То есть Это и шампанские вина Это и морепродукты были И устрицы И концерт был Великолепный В общем настоящий Я рекомендую Однозначно Да Именно в этот отель Ну а вот В принципе Друзья Мы поговорили О Шри-Ланке Ну а мы друзья Будем двигаться Дальше Дальше Больше Интересного Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok